Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Чекаво на их поглядеть и купить что-нибудь новенькое. Обовязково сходжу на гэтую выставу после занятков. А там, дарыча, и викторыны для наведбольников проводятся, и артысты знакомитые выступают. Ух ты! Тады и мы с тобой обовязково пойдем, так Марго. Вядома, такую падзею пропустить нельга. А кольки гэтая книжная выстава-ярмарка будет яшчэ працаваць, наши глядачы, поспеять её наведаць. Поспеять, аж но до девятого лютого, так что час яшчэ есть. А у нас якраз час надышу, мультик глядеть. Я вось об чём думаю, кажуть книга крыница ведал. Ну так. А дедады люди заховывали свои веды раней, коли ни читать, ни писать не могли, но коли книг яшчэ не было. Веды, Кася, люди заховывали у своей памяти. Ого! Трымали у голове, як у компьютеры, розные казачные истории и паданни. Ненавито так. И те, кто рассказывал такие паданни, корыстались особливой повагой. Их запрашали на беседы и гуляни. Кабьяны там свои беды иншим рассказывали. Чи спявали. Спявали? А як га там? У середня ведши, Кася, исновала такая форма народной песни, якая расповядала про историю своего народа. А-а-а! Я успомнила одну картину. Садить таки казачник, на гусле грая и нечто ставая. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Такие песни называлися былинами-тистарынами. И у них заховывалися подвиги волота, які обороняли народ от лютых ворогов. А я ведаю, что до заявления книг на папиры люди на глиняных дождичках писали. Правильно! И я ще на папирусе, пергаменте и бяросте. А потом уже придумали и папиру. Торечше, а де я на опершыню заявилася? Лечится, что у Китая. Так, и было гэта у другим ста годзе нашей эры. У-у-у, як дау-но! И зараз мы без папиры життя сваего не уявляем. И пишем, и малюем на ёль. О, а давайте покажем веншавальные малюнки, які нам глядачы дослали. Обовязково покажем, Кася. Только спочатку пропаную мультфильм поглядзеть. Ой, усе только за, так все брыз. Так. Вы здявілись, якали нас у таких костюмах убачили? Гэта для стварэння новогодніга настрою. Скажете, Новый год уже отцветковали? Усе, тольки не мы. Тому, што веншаванне от наших глядачу протягують, прыходить. И мы не можем не показать ваши малюнки, сябры. Стоп. Тады починаем? Починаем. Паглядзеть, якім мы з лесиком прыгожья, на малюнку насточки така венка за страшицкага городка. Хе-хе, для ёлочки падарунки разглядаем. Ага. Дякуй тобі, насточка. А тут цялая картина, такае прыгожая. І падаравала нам яе юная мастачка, катярынка Гаурилюк з Бреста. На картине і зайка з морквай, і Санта Клаус, і Слежа річки, які йому падаруночки ў кожный дом допамагаюць разносить. А чому то вырешу, што гэта Санта, а не дядюля Марус? Тому што на малюнку насточки олень намалявали. А ў дядюля Мароза коні б бали. А-а-а, зрозуміла. Дякуй, дайбе, катярынка, ты саправдная мастачка. Зараз, калі захочем успомніть Новый год, обовязково будзім разглядать ваші малюнки, насточка і катярынка. Зиму успоминать можна і разглядаючі малюнки наших давніх сябров. Кирыла, Мирослава і Анжалічки Кур'яновича ў Змінську. Ага. Дякую вам, ви як заусюду молодці, ми вельми рады за вас. І я ще, я хочу показать малюнок, шчарбей Маш із Мінска. Я у яге, любіма я бятуча, тому што прихожу не і завсюду у добрым настрою. Так нам Маша пиша, а сама яна любить малювать і готаваць ежу. Цудо на Маше, так тримаць. І дякую дай би за письмо і прыгожий малюнок. І для вас, сябри, так само подарунок од нас. Я ще один цікавий мультфильм. Дякую 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 дякую. О, Анюта! Мы с Маркошей перемахли. Привітанье! Всем привет, это снова я, Аня Абрамович. И сегодня я вам загадаю отличную загадку. Насколько далеко в лес может забежать заяц? Мы, мы с лесиком отказывать будем. А ты, Маркоша, молчи, навод калеведы. Так, домовились. Так, 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 так. Наколь ки далеко, наколь ки далеко. Калей лес великий, так я б змогла забегче вельми далеко. Бо мне не такие спрятные лапки. А я б я ще дали, бо я хлопчик. Ну и что, что ты хлопчик? Сябры, мне сдаётся всё не так просто. У Анюты загадка с подвохом. Я не ведаю. И я. Тогда сдаемся. Ой, прыгнется. Скажи правильный отказ, Анечка. Наколь ки далёка заяц у лес может забегче. Правильный ответ до половины. А потом она туда выбегает. Соправды, так просто. А мы не догадались. Не подумали и одразу спрочаться стали. У нас тут на раз, а повязково спрочатку думать будем. Сябры, а кали вы хочете нам, тих глядачам Доброранка, загадки, якие нибудь цикавые, загадать, кали ласка. Можете писать на поштовый адрес. 220-114, город Минск, улица Макайонка, 9. Ти можете скористаться электронной поштой. Доброранок ТВ, слема к джемейл, кропка ком. Будем с нетерпливостью чекать ваши загадки, какие вы можете записать на свой телефон и дослать нам. И тады, кали вас убачить у вся краина, вы мягчим останете телевизионными зорками, как я. А сегодня нам необходимо развитваться. Угу, напереди новый день. Жадаем кобыль он текавым и насыщенным. А я счастливым и доселым. А мы состренимся, як завсёды зранку. У нашим Доброранку. Буде як завсёды супервесело, бо я стольких сюрпризиков для вас подрихтовала. А лёгэта пакуль сокрет. Ой, Касси у своим репертуара. Ага.